Всем привет, друзья, с вами Хантас и у нас глобальное обновление в игре Grimsal. Обновление 1.4.0 уже доступно. Получите больше информации, подсказок из нашего блога разработчиков при отточении дорогие изнанники способности персонажа. Механика активных и пассивных способностей дает возможность сражаться с врагами по-новому. Пришло время разнообразить геймплей Grimsal новыми тактиками в ведении боя, подходящими для любых ситуаций. Навременно вы можете использовать 1 активную от 3 до 8 пассивных способностей. То есть 1 активная у нас будет и от 3 до 8 пассивных. Далее мы с вами обязательно все это разберем, я немножко разобрался. Пассивная существует отдельно для разных видов оружия, противника, ресурсов. К помощью можно увеличить урона конкретного оружия, восстанавливать больший объем здоровья пищей и бинтами, получить шанс уклонения от конкретных противников, повысить выживаемость вашего персонажа, запас здоровья, скорость бега и так далее. Получать дополнительные ресурсы при сборе и кое-что еще. У каждой способности есть несколько уровней, прокачивая которые, вы повышаете ее эффективность. С полным списком вы можете ознакомиться в игре. Так, то есть вот таким образом выглядит. Далее мы обязательно все с вами еще разберем. Что касается активных способностей, их намного меньше. Любой из известных вашему персонажу можно поставить специальный быстрый слот, чтобы применить в подходящий момент. Эти способности позволяют осматривать локацию сверху и отпугать ночного гостя. И факел уже не нужен. То есть это одна из активных способностей. Ребят, представляете себе? То есть вам никакой факел не нужен? Я не знаю, что он будет делать. Он будет пугать ночного гостя или не знаю. Это офигенно. Наносить массовый урон и так далее. Активные способности заряжаются при получении любого урона от противников. Так, активные способности заряжаются при получении любого урона от противника, кроме урона от яда и от взрыва. Эти способности также имеют уровни прокачи. К примеру, защитная стойка седьмого уровня на несколько секунд повышает показатель брони на целых 40%. Но, если честно, ребят, 40%, ну смотря в какой вы броне, в принципе, если вы самые топовые брони, там ключи не под 600 брони, плюс 40%, это охренеть какая цифра выходит. И вы просто настоящий танк. Вот, нам показывают, как наглядно выглядит, например, одна из способностей активных, называется она взгляд ворона. То есть, в принципе, по альтернативе с лдой, там тоже есть такое, то есть можно бегло сверху взглянуть. К примеру, вы находитесь на локации с тремя черепами и примерно сориентироваться, где находятся ящики, топ-ящики. Изучить способности и повысить их уровень можно при помощи специальных книг, которые с разной вероятностью встречаются на любых локациях. Уровень книги означает максимально возможный уровень, до который можно прокачать способность. С иными словами, книга пятого уровня поможет прокачаться как с четвертого до пятого уровня, так и с первого до второго. То есть, в принципе, получается, можно любую книгу использовать, чтобы перейти на другую уровень, как я понимаю, но получить ее помощь уровень выше пятого уже не получится. Также мы приготовили для вас два бесплатных набора с книгами и осколками душ в магазине игры. Не забудьте их забрать. Так, вот таким вот образом, то есть, выглядят книги. Большой мистический сундук. Да, ну давайте потом мы еще разберем это. Я вот, конечно, не совсем понимаю, для чего эти осколки нужны. Остальное, в принципе, мне все доселе понятно. Мы надеемся, вы оцените это большое нововведение. Я согласен, это достаточно большое. Но не забывайте, что механика способностей призвана сделать игру разнообразнее и интереснее, а не дать возможность проходить ее с помощью одной кнопки. Учитесь использовать новые преимущества и составлять собственные комбинации навыков. Ребят, как я понимаю, то есть мы, конечно же, в игре с вами к этому вернемся. Можно создавать целые свои билды. Например, выбрать конкретные навыки на добычу ресурсов, если вы фармите. И, например, выбрать какую-нибудь защиту от тех же льтоволков, либо еще от кого. Например, если вы идете в локацию с тремя черепами. Либо уклонение от проклятых рыцарей. То есть каждый раз перестраивать на себя билд, а перед тем, как куда-то вы идете. Я не знаю, будет ли нам постоянно это доступно или нет. Ну, мы, конечно же, узнаем. То есть, в принципе, этот обзор у нас будет беглым. Потому что я еще сам не совсем-совсем разобрался. Алтарь. То есть, как нам показывали, что это, ребят, алтарь. И на нем мы можем... Да, это действительно алтарь Харат. И нужен он для управления способностями. Те, кто смог догадаться, большие молодцы. Как вы понимаете, любой алтарь подразумевает жертву. Но как вы думаете, в чем нуждаются владыки света? В душах, конечно. Да, если это души их злостных противников. Впрочем, о том, что такое осколки душ и почему они так ценятся с жрецами Харат, вы сможете узнать, найдя свитки в чумных землях. Здесь же стоит сказать, что с помощью алтаря можно увеличить количество слотов для пассивных способностей. Также заряжать активные. Заряжать активные. Так, очень интересно. И, соответственно, здесь вот у нас получается инвентарь и наш алтарь. То есть, для постройки нашего алтаря требуются подобные ресурсы. Так, ну вот это все понятно. Свечи, кубки, 40 кубков нам нужно. Ну, в принципе, кто постоянно фармит, тут у меня штук 60 этих кубков. Это вот клетки для постройки. Ну, необходима эта ткань, свечи. И вот эти четыре предмета уже редкие. Здесь вот 50, я не знаю. Ну, мы с вами попробуем построить алтарь и посмотрим, как эти предметы называются. Строитель алтаря потребует меньшее количество ресурсов, тем пыточный стул и точильный станок. По поводу этого я, ребят, тоже хочу сказать. Ребят, я никогда, я не зашел, не забросил эту игру. Просто мне не везет. Мне постоянно падают клещи. В принципе, мне осталось собрать два наручника, или как они там называются. Я тоже построю пыточный. Потом, соответственно, мы обязательно выбьем седло, или что там еще нужно? Уздечку, уздечку, уздечку. И, соответственно, также и лошадь мы приручим. Все это будет, ребят. Но просто Москва тоже не сразу строилась. И на это, ребят, у меня тоже необходимо достаточно времени. Найти их можно в локации с тремя черепами, в ночном схроне и на любом уровне подземелья. То есть, в принципе, как я понимаю, эти вещи могут дропнуться откуда угодно. Главное фармить. Главное много фармить. Осколки душ, как и книги, встречаются практически везде, но в более опасных местах чаще. Уровни замка тоже очень-очень интересны, ребят. Еще одна достойная внимания механика обновления – это возможность прокачивать уровни замка. Изгнание. Катихующий уровень каждого игрока будет зависеть от количества очков замка. А те, в свою очередь, начисляются за каждый построенный на домашней локации объект. Это может быть пол, стены, станки, сундуки, предметы декора. Сложность и редкость объектов также влияют на количество полученных очков. Всего уровня замка на данный момент 10. Ну, то есть, получается, они говорят, на данный момент, то есть, получается, будет это все расширяться, переделываться, балансироваться. То есть, это, ребят, только начальная стадия. А бонусы за них позволяют размещать больше станков, а также увеличить производительность, что заметно ускоряет развитие. Это охрененно, ребят. Вот, то есть, получается, нам показывают уровни. Я заглянул в игру, у меня уже шестой уровень. В принципе, то есть, я особо так не развивался, но уже шестой. То есть, у меня вот все вот это открыто. Да, и, ну, здесь, ребят, не все навыки, а ценные. То есть, как я понимаю, плюс 50%, то есть, это производство подобных вещей. И самые ценные, я считаю, что это здесь скорость выращивания лука, то есть, на втором уровне, например, плюс 20%. Я думаю, тоже достойно. Это вот фигня, вода фигня. Вот скорость камней, соответственно, если, например, вы базу свою обделываете, то тоже достойно. И, смотри, четвертый уровень, плюс 30 колев можно, ребят, поставить. То есть, там и так, по-моему, 50, и еще плюс 30. Это можно офигеть, как пробуферить свою базу. И самое, то есть, интересное, это лук и скорость обработки, то есть, дерево. То есть, нам его очень много нужно. Вот это вот все фигня, луковую похлебку я не делаю, бронзовые гвозди тоже не делаю. Их вообще невыгодно крафтить, мне кажется. Их проще найти в тех же рыцарей, либо еще они где дропаются. И, что здесь еще интересно, это лук жарко и на 10 уровне, то есть, на 9 ткань и на 10 уровне. Ребят, ребята, плюс 1 грядка. Представляете себе? То есть, 3 грядки можно сделать. Это офигенно, это топ. И самое интересное, то есть, самый халявный хилл, это у нас вяленое мясо. Потому что, в принципе, на его производство вообще никаких ресурсов не нужно. И просто закидывать мясо, ну, плюс 25%, то есть, это изи, ребят. И я думаю, нужно стремиться к тому, чтобы сделать базу до 10 уровня. За уникальные объекты, требующие большого количества ресурсов для строительства, пыточную стул, стойла, тарь, очки замка начисляются только после окончательного завершения постройки. То есть, в принципе, эти предметы у нас в несколько этапов строятся. То есть, вы сначала делаете шаблон, мы тоже обязательно попробуем построить. И далее еще, конечно, ресурсов докидывать и докидывать и докидывать. То есть, у нас вот здесь показывалось. И после этого, то есть, завершаете постройку. Ловушки. В подземелье появился новый лут, а вместе с ними и новые ловушки. Но не волнуйтесь, внимательный игрок сможет заметить определенные изменения на полях подземелья. Темная плитка – это ловушка с вязким маслом, который замедлит движение игрока. А наступив на свет, то есть, вот у нас темная, ребят, присмотритесь, пожалуйста. То есть, она вот просто цельная плитка. Я думаю, ну, не знаю. То есть, те капканы тоже, в принципе, видны. Ну, и все равно в них попадаешь. Я думаю, все равно мы будем на них попадаться. И вот таким вот образом выглядит светлая. А на светлую наступив, изгнать, узнают, какого получит отравленную стрелу в бок. То есть, темная у нас просто уменьшит количество передвижения. Можно, в принципе, я думаю, вот этот дебаф переждать. А вот здесь вот мы уже получим урон. Наш совет – избегайте подозрительных плиток. Вам будет приятно узнать, что многочисленные походы в подземелье не прошли для изгнатников даров. Изучив устройство капканов, они поняли, как их собирать самим. Охотиться с ними на зверей или прикрыть спину в подземелье, вы сами вольны придумать новые тактики. Новые предметы и изменения в магазине. На стойке святого Петра. Ваша гарантия выживания, если что-то пойдет не так, выпив ее, изгнать и получит особенно защиту на 2 часа. Она мгновенно воскресит его в случае смерти на том же самом месте. То есть, эффект от двух настроек не сумерится. Повторно используем лишь умновить таймер. То есть, как я понимаю, если мы выпьем… Вот она вот таким вот образом выглядит, как я понимаю. У вас имеется таймер, если вас убивают, вы сразу же воскрешаете. Я как понимаю, данный таймер в принципе должен обнулиться. Эффект от двух настроек. Так, так, так. В игровом магазине появилась новая вкладка специальная. На ней вы можете новые наборы. Так, это донат. Нам неинтересно. Мы нихрена в нее не донатим во вкладке с ресурсом. Отдельный сук, который набит. Так, частями устройств, частями ресурс, которые порой так непросто найти. Что получается, донат нам может теперь ускорить постройку тоже алтаря, пыточного стула и прочего-прочего. То есть, ну, нам тоже это неинтересно, потому что я не доначу в эту игру. Так, так, так. Спасибо за внимание, изгнанники, приятные игры. Важная информация. Если вы еще не успели вскрыть дома соседей с помощью пороха, пришло время это сделать. В следующем патче эти локации будут полностью обновлены. И вы больше никогда не узнаете, что же прятать за своими стенами ваши старые соседи-изгнанники. Очень интересно, с чем это связано. По факту, что-то там добавит или еще, не знаю, может быть, наличие предметов обновлят. То есть, у нас очень много разных итемов и предметов появилось. Я думаю, просто ассортимент добавит. И мне кажется, что наоборот, лучше их не взрывать сейчас, а наоборот, подождать этого патча. И посмотреть, соответственно, лут именно после него. Я думаю, как раз лучше так поступить. Ну и давайте, конечно же, заглянем в игру. То есть, посмотрим, как, что и там вообще изменилось. То есть, именно наглядно. Ребят, я перед, соответственно, записью, я забежал в локацию зеленую. И я там уже нашел книгу. То есть, даже не брал еще пробники. То есть, в интерфейс зайти с навыками мы можем через эту панель. То есть, вот она выглядит книга с нарисованным, как я понимаю, этим солнцем. Также мы можем зайти, соответственно, через инвентарь. Тоже вот у нас вкладка открывается. И далее давайте все разберем, ребят. То есть, вот у нас способности. Вот это у нас панель с активной способностью. То есть, я нашел книгу с активной способностью на быстрый бег. Как я ее изучил, она у нас добавилась. Я просто выбрал и нажал добавить. Она у нас сюда переместилась. То есть, я, в принципе, думаю, можно здесь менять. То есть, взор ворон нам уже демонстрировали. Также говорили, изгоняющий в тьму. То есть, по факту ночного гостя можно будет прогнать. Мощный удар. Я думаю, соответственно, с помощью него мы можем наносить больше урона единоразово. Как будет у нас заполняется шкала. Круговой удар. Это у нас получается сразу, если нас будут окружать несколько противников, мы будем его использовать. Сразу, вот не знаю, как, ребят, таким образом у нас будет тратиться оружие. То есть, прочность. Воздаяние и защитная стойка. Вот воздаяние нам не говорили. Защитная стойка нам увеличивает, соответственно, на несколько секунд броню. Панель с активным навыком. Вот у нас здесь, соответственно. То есть, в принципе, тоже необходимо, если вы играете на эмуляторе, забиндить эту кнопку. Пока я ее не использовал. Так, далее. Давайте, вот, то есть, используем пассивные способности. По умолчанию нам уже доступно три ячейки. И чтобы дальше открыть, как я понимаю, нам необходим алтарь построить. То есть, чтобы открыть новые ячейки, нам нужен алтарь. И мы тем самым сможем разблокировать другие ячейки. То есть, чтобы убрать замок с ячейки, нам необходима осколок души, как я понимаю. И далее, ребят. То есть, у нас, у нас, вот, активные навыки. И далее, пассивные, которые разделены на шесть штук. Давайте тоже разберем. Далее у нас, после активных, это идет навык урон. То есть, мы можем просто прокручивать. Вот таким образом смотреть. Можем просто на книгу нажимать. Урон. Ну, здесь все очень понятно. То есть, мы можем повышать урон от конкретного оружия. То есть, повышать просто уровень. И, например, вам какое-то оружие, ребят, нравится. И, соответственно, вы его прокачиваете. Например, мне постоянно нравится. Это шипастая палец, аморгенштейн, пернач. То есть, и вы его постоянно используете. И, соответственно, вы его более эффективнее будете далее использовать. Далее у нас лечение. То есть, тоже офигенно. Офигенно. И прорисовка офигенная, ребята. Они даже по цвету разделяются. То есть, тем самым прокачивая, вы будете увеличивать процент эффективности. Например, вот жареный лук, сколько нам там лечит? По-моему, 20. Например, вы там будете по 25, по 30 лечить. То есть, как минимум, не знаю, насколько там еще. Это мы, конечно, с вами... То есть, ребята, это у нас поверхностное ознакомление с обновлением. Далее мы еще доселе все, конечно, разберем. Уклонение от конкретных противников. То есть, например, вы идете фармить зеленую локацию. Вот вам необходимо, например, уклонение от них. То есть, вот от трех. Медведя там еще проклятые. Дальше вот лютоволков. Вот таких там не встречаются. Ресурсы. Например, тоже идете фармить. Вам тоже их необходимо. Например, идете медь фармить. Включаете извитняк, меч. То есть, там такие вот ресурсы. Идете фармить, например, бревна. Включаете это. Ну, то есть, все понятно. То есть, ребята, это вы собираете перед каким-то походом для себя конкретный билд. Скорость бега. Могучее здоровье. То есть, постоянно. Я думаю, это вот, ребят, если вы это прокачиваете, вам на постоянной основе его необходимо. Просто вот воткнули и никогда за всю игру больше не нужно убирать. То есть, питье, как я понимаю, еда впрок, это просто шкалу увеличивает. Далее, самые последние. То есть, они самые фиолетовые. Я, как понимаю, это самые редкие навыки. И я не знаю, что они дают. То есть, даже приблизительно не могу. Хранители огня. Могу, конечно, предположить, что вас никогда не будет трогать ночной охотик. Но это, ребят, не точно. Это не точно. Давайте также посмотрим. То есть, нам разработчики еще небольшой подарок сделали. То есть, пробник. Пробник, пробник. Вот. То есть, навык. Раздел специальный. И бесплатно. Малый мистический сундук. Получите осколки души. Обычную книгу способности. Так. Бесплатно. Забрать. Открыть. Изучение повадок. Прокаженный том 2. Прокачивать способности на 1 уровень. Но не выше 2. Все. Я понял, как эти книги работают. То есть, в принципе, любая, ребят, книга, любая книга повышает на 1. Но, то есть, эта книга, например, уже вам не поможет прокачать, например, до 3 уровня. Все. Я понял, как это работает. То есть, в принципе, ее можно даже сейчас заюзать. Я думаю, самые редкие у нас будут книги. Это 5 уровня. Дальше уже платные, соответственно, пошли. И здесь уже вы можете получить больше осколков души, редкую или уникальную книгу способностей. Но я вряд ли. Я сомневаюсь, что мне что-то редкое попадется. И нам опять херня выпала. Изучение повадок. Проклятый рицарь. Уникальный предмет. Прокачать способность на 1 уровень, но не выше 7. Блин, офигеть, 7 уровень. То есть, мы можем, в принципе, и сейчас ее заюзать. Я думаю, этого не стоит делать. И хранить. Блин, теперь нам еще необходимо будет книгами забивать. Офигеть, книги фармить. И забивать ими. То есть, последовательность конкретную собирать. И забивать ими наши сундуки. И еще, что нам добавили. Что нам добавили. Это, соответственно, замки. Как я уже говорил, у меня 6 уровень. То есть, здесь возле инвентаря все это показывается. Здесь также вы можете увидеть, то есть, сколько вам осталось до следующего. То есть, мне, в принципе, немножко осталось. Я открою уже, так, 7 уровень. И откроется мне подобное. Мы, в принципе, с вами это уже разобрали. Так, давайте юзнем книгу. Где она у нас там? То есть, эту книгу я ни в коем случае не буду использовать. Так, но забрать мы ее заберем. Вот, она уникальная. Она, в принципе, и подсвечивается. Осколки душ. Используется для смены. А, все, ребят, я понял. Ну, конечно, то есть, получается, навыки нам необходимо все делать обдуманно. А, также, как подношение богам на алтаре. Как подношение богам на алтаре. То есть, смена билда, ребят, у нас это платное. И поэтому, чтобы выбрать какой-то конкретный навык, лучше, ребят, 100 раз подумайте, прежде чем это сделать. Изучение повадок прокаженный. То есть, это у нас самый простой моб. Вот. Первый уровень у меня, в принципе, этой книгой. Я, если бы у меня первый уровень, мог бы и до второго уровня прокачать. Но использовать я ее, конечно же, не буду, ребят. Потому что он самый простой. И использовать просто пассивную ячейку для него. То есть, получается, здесь тоже нужно подумать, какой из активных навыков вы будете постоянно использовать. Я думаю, самое топовое будет. Это не взор, не изгнание. А, соответственно, еще не знаю, конечно, что такое воздаяние. Это мощный удар, либо круговой удар. Если, ребят, круговой удар у нас будет использовать, например, в изаагре 3-4 моба. И просто махнули и каждому сняли по столько хп, сколько урона у оружия. И у вас прочность просто снимется на один. То, я думаю, данный навык самый, ребят, топовый. Я, конечно, поспешил, выбрал быстрый бег. Но, чтобы продемонстрировать вам. То есть, давайте тоже продемонстрирую. Потом, конечно же, уберу. Например, вот у вас здесь еще что-то прокачано. Вы это выбираете и нажимаете на кнопку добавить. Оно вот здесь появляется. И чтобы потом сменить, чтобы потом сменить. То есть, вы просто опять этот навык здесь выбираете и нажимаете. То есть, вот он у меня. Убрать. Таким образом, соответственно, вы можете менять. Я думаю, все на этом. Больше никаких нововведений. Ребят, сейчас фармить, фармить, фармить. Соответственно, на алтаре мне также необходимо фармить на пыточный стул. Плюс книги. Но я думаю, ребят, нам это, соответственно, жизнь упростит. То есть, игру не усложнили. А добавили много очень интересного. И, соответственно, небольшие лазейки. И, соответственно, если бы отойди к ним с умом, то это очень ускорит наше развитие. С вами был Хантас. Не забывайте подписываться на канал. Конечно же, поддержать большим пальцем вверх. И не забудьте нажать на колокольчик. Всем добра. Пока-пока.